Специалисты нашей группы по военным вопросам, эксперты по российским боеприпасам, выезжают на места, осматривают воронки, оставшиеся от взрывов, и могут сказать, какое именно оружие применялось, откуда именно был произведен выстрел, собирают обломки и доказательства на местах. Военные аналитики помогают посоздать поэтапно то, что произошло, кто произвел залп, кто дал команду для проведения операций, по всей вертикали командования, вплоть до самого Владимира Путина и военного руководства. Если вы посмотрите на природу самого конфликта, убийства, случаи сексуального насилия и депортации, все это связано с вооруженными силами, потому что все эти преступления совершают российские военные. Но большая часть расследования связана с беспорядочными обстрелами и ударами, которые наносится российской артиллерией, ракетами, авиацией по гражданским объектам. Начиная с июня прошлого года, я был в Украине более 10 раз. Я был на местах обстрелов в Харьковской области и в самом Харькове, в районе Салтовки. Это жилой массив, в котором жили тысячи людей, его здания разбомблены. Я также был на местах ударов по критической инфраструктуре, а также на месте одного из ударов по Киеву. В Украине заведено около 80 тысяч дел. Это огромное число. Для их расследования нет нужного количества прокуроров. Чтобы справиться с подобным количеством дел, уйдут десятки лет. Огромную роль в этом сыграет украинская система правосудия, но и международные суди, включая Международный уголовный суд. Они возьмутся за небольшое число дел, возможно, дюжину, связанную с самыми высокопоставленными фигурами. Будут и отдельные государства, такие как Германия и США, у которых есть юрисдикция для привлечения к суду за преступления, совершенные в Украине. Но стоит помнить, что только в прошлом году в Германии рассматривались некоторые дела, касавшиеся преступлений Второй мировой войны. Если говорить о наемниках, то они занимают особое место в международном уголовном и гуманитарном праве. Мы можем рассчитывать на то, что руководство и боевики группы Вагнер будут привлечены к ответственности как военные преступники и в рамках украинской системы правосудия, и в Международном уголовном суде. Если говорить о крупных публичных фигурах, Путине, Лаврове, военном руководстве в лице Шойгу и Герасимова, они будут однозначными фигурантами расследований. Доказательства, которые связывают их с незаконно отданными приказами, будут рассматриваться в делах, связанных с военными преступлениями, с преступлениями против человечности, а также с геноцидом. Как именно Путин будет арестован, мне пока не ясно. Глава государства располагает определенным иммунитетом в отношении судебных процессов внутри страны, но есть международные суды, подобные Нюрнбергскому трибуналу. Они формируются под патронатом ООН и могут судить глав государств. Вопрос о бордере на арест Путина и технический, и дипломатический одновременно. Согласно римскому статуту, его страны-подписанты обязаны действовать, когда речь идет о военных преступниках. Как это повлияет на решение, например, посадить самолет с этим человеком на борту, пролетающий на территории этих стран, я пока не готов ответить на этот вопрос.